добрый день меня зовут дмитрий эйлер и это внутридневная аналитика для клиентов брокерской компании а маркес по традиции начнем с пар евро доллар евро доллар сейчас дошел до своего ключевого уровня это конец всех покупок за последнее время уровень 111 322 является достаточно ключевым сейчас цена его пытается пробить и в принципе возможно это удастся потому что очень сильно поджатие идет и если у нас возникнет какое-то новое хорошее движение новый импульс можно будет его рассчитать потенциалового движения именно покупок новых и тогда уже совершать покупки если цена здесь все-таки отобьется и начнутся продажи то опять же можно будет их рассчитать только после формирования импульса который нужен для расчетов фунт также достиг ключевого уровня уровень достаточно сильный 124 981 и сейчас цена на нем проторговаться то есть по сути пока что есть определенный флэт и никаких сигналов на покупки или продажи пока не происходит сегодня в течение дня будем ждать и смотреть за развитием ситуации если возникнут возникнет хороший пробой импульсом через этот уровень то будем покупать если также цена будет сильно стремиться вниз и импульсом обрушится то будем продавать на откате канадский доллар достигает своего ключевого уровня 135 123 уровень очень сильный и здесь я от этого уровня ожидаю как минимум коррекцию потому что но действительно уровень и по истории достаточно сильно и по моим расчетам он достаточно значимый поэтому здесь скорее всего будет откат если все-таки сегодня канадец этот уровень пробьет то его потенциал на сегодня максимальный это уровень и по продажам это уровень 134 469 австралийский доллар пробил ключевой уровень 067 637 сейчас стремится вверх по моим расчетам следующая его цель это уровень 0 68 512 в принципе сегодня ему должно хватить волатильности для того чтобы достигнуть этот уровень поэтому будем ждать новозеландца но собственно говоря та же ситуация похожая пробит уровень сильный 0 62 667 и потенциал всех покупок его это уровень 0 63 461 если все-таки волатильности не хватит хотя в принципе должно хватить то ну может быть завтра достигнутся этот уровень но что край максимум я на сейчас находится во флете между двумя ключевыми уровнями 107 871 и 107 405 пока никаких интересных идей по поводу покупки или продаж в этом флете я не рассматриваю лучше дождаться пока сформируется более-менее хоть какой-то маломайский тренд нефть марки brent также достигла очень сильного значимого уровня 38 долларов на 48 центов за баррель и сейчас его пока что ложно пробило если все таки пробой будет реальный и будет продолжением покупок то ближайшая цель этих покупок это уровень 40 25 то есть здесь цена суда цена может прийти в течение дня сегодня и здесь уже точно начнется какая-то коррекция если нефть сейчас под этот уровень нырнет причем нырнет достаточно импульсно то скорее всего будет как минимум какой-то откат откат может быть небольшой но то есть этот уровень ключевой поэтому мы будем ориентироваться на него либо его пробивать вниз либо от него стартуют вверх индекс smp 500 также сейчас находится определенном флете никаких особо интересных движений он не показывает и поэтому пока к торговле он не годится то есть никаких интересных потенциалов здесь пока не наблюдается ждем пробитие уровней уровень верхней ключевой это 3060 и 4 нижний уровень это 3027 и 0 bitcoin bitcoin пробил очень сильный уровень который в принципе давненько он уже не пробивал таких высот он давненько не достигал уровень 9979 26 пробит и потенциал этого пробития собственно говоря первая цель покупок это 10 529 75 то есть потенциал вот этого движения он максимально такой дальше будем смотреть так как аналитика внутри дневная я далеко не смотрю только на сегодняшний день максимум завтрашний но на сегодня это все подписывайтесь на канал брокерской компании а маркет подписывайтесь на мой канал ставьте лайки все ссылки в описании всего доброго удачи в торговле